Так и мастера черной магии верят в то, что сила им, кою они призывают, поможет и верят в эффект. А у меня новый гость в эфире. Как приятно. Я слушаю вас. Здравствуйте, мастер Любомир. Я наконец-то к вам дозвонился. Меня зовут Николай. Я слушаю вас, Николай. У меня вот случилась такая трагедия в жизни, что у меня разбилось сердце. Я встречался с молодым человеком Володей три года. И мы планировали гей-свадьбу в Германии. Но его приворожил к себе черный колдун. Володя, значит, я хочу уточнить информацию. Вот, значит, так, число, месяц, год рождения ваш, число, месяц и год рождения Володи, так, зовут вашего парня. Так, Колечка, Коля, давайте, пожалуйста, ваше число, его число. Я сейчас посмотрю вообще по судьбе, насколько вы друг другу подходите и подходили. Мне сейчас 33, моя дата рождения это 14 апреля 87-й год. Володе 27 лет и его дата рождения 1 мая 93-й год. Вы знаете, что я скажу. По вашим датам и чистым судьбе вы друг другу подходите. И поэтому я на самом деле начинаю уже предполагать, что здесь какое-то было темное воздействие. Потому что тут у вас и седьмерка есть, год оканчивается, и тройка. И они комбинируются в единицу. В итоге десятка 1 плюс 0 это единица. Это означает то, что в принципе, вот и по другим вашим числам сравнивая сейчас, вы подходите друг к другу. Давайте смотреть вашу ситуацию. Что же это такое? Что произошло? Если здесь черная магия, и как зовут этого черного мага немца? Его зовут Марк. Марк. Давайте посмотрим вообще вашу ситуацию. Первая карта. Вторая карта. Третья карта. Смотрите. На самом деле здесь есть воздействие духов. Потому что два черта, два беса и демон Чарли. Такое ощущение идет по энергетике, что к вам как на самом деле кто-то заслал какого-то духа, который вашего любимого забрал. А ну кратко давайте-ка я сейчас посмотрю еще больше. Дом. Так. Вы, получается, поменяли место жительства, потому что дом ваш уходит в прошлое, и идет новая сейчас ситуация, как новый дом. И очень удачный переезд. Да. Я переехал из России в Берлин. Так. Отлично. И у вас все сейчас хорошо? Вы там на постоянном месте жительства находитесь. Карта Мак говорит мне. Так. Это понятно. Кратко мне еще пару слов скажите. Значит, как он ушел? Неожиданно от вас вообще? Вот любили, любили, была любовь, и он ушел. Да, да, прям спонтанно. А с Марком этим познакомились, где-то вот так были года два вроде дружили, общались. Да, да. Ну это карта черного мага выступала. Это реальная черная магия. Он отбил вашего парня с помощью черного колдовства. Вот аркан сатаны самого выпадает. Ситуация не безнадежная. Мы должны провести чернокнижный обряд. Вот здесь в вашей ситуации именно огнем можно победить другой огонь. Мы проведем черный обряд, который для вас абсолютно безопасен. Колдуна силу лишить. Мы будем завершать наш сейчас с вами разговор. Но знаете, это черное колдовство будет снято. И по судьбе ваш парень к вам обязательно вернется. После эфира я с вами созвонюсь и продолжу работу. Помощники мои, пожалуйста, запишите сейчас человека на термин. Будем на связи. Я буду за вас молиться. А когда проведем ритуал? Мы проведем после эфира. Мои помощники вам все объяснят. Хорошо. Я буду за вас молиться, Коля. Спасибо вам большое. До хорошего. До связи. Дорогие телезрители, вот так оно и происходит в жизни. Когда двое людей, предначертанные судьбой друг к другу, две половинки единого целого, ни с того ни с сего распадаются. И когда по нумерологии, либо по гороскопам, мы просматриваем через астрологию и так далее, то подобное, путь человека мы видим. Да они судьба друг к другу. Но могущество черной магии таково, что даже все предпосылки мироздания черный маг может разрушить, если он сильный. Этот маг, я уже сразу ощутил, это сильнейший черный маг. И будет состязание с ним, но ради любви. Я буду бороться. Я буду сражаться. И я верю в то, и знаю, что мы победим, и любой победит. Я сниму это черное зло и колдовство.